здравствуйте дорогие друзья сегодня я бы хотела поделиться с вами такими эмоциями которые переполняет меня сейчас я сейчас достала фотографии которые у нас сохранились которые рома вытащил из дома которые не сильно пострадали сейчас так по ностальгировал классно хотите покажу фотографии которые сохранились ну в общем которые у нас остались там я маленькая то моя мама там дети там рома подружки мои сестра ну в общем давайте посмотрим но прежде чем посмотреть эти фотографии хочу спросить у вас вот такой вопрос а печатаете ли вы сейчас фотографии в бумажном виде раньше могут печатали печатали в школе в детском саду тоже сейчас заказывают фотографию до печатная продукт печатные фото конечно же присутствуют но не так как сказать не так часто как делали фотографии раньше сейчас уже наверное мало кто печатает фото но напишите лично вы сейчас фотографии распечатываете или же все таки же припочитаете какие-то носители памяти там оперативные или флеш карты диски напишите в ответе мне будет очень интересно да и думаю и нашим зрителям будет тоже интересно большинство что же сейчас происходит смотрят все фотографии в соцсетях либо же распечатывают либо же как-то хранят на носителях давайте я прям очень хочу давайте приступим быстрее я очень хочу вам показать фотографии для себя я разложила фотографии по нескольким категориям чтобы мне было удобно вам показывать здесь вот есть даже диски тут тут подписанные диски тут тут какая-то пустышка болванка не знаю мне вот интересно сейчас они воспроизведутся эти диски надо будет глянуть очень интересно но и также присутствуют вот такие вот фотографии которые к сожалению испорчены но я и все равно не выбрасываю совсем уж плохие конечно выбросила но вот есть и такие давайте приступим сначала начнем с меня маленькую маленькой это очень интересные старые фотографии здесь я с волосиками и с моя двоюродная сестра у нас родные мама я зовут оксана мне очень нравится эти фотографии они старые я очень рада что они сохранились ну вот первые две фотографии это моя сестренка а это я вот она я маленькая маленькая платьица в голубой горошек кнопочка прям но здесь я стою вот с мишурой вся такая нарядная и нарядная мамочка меня наряжала очень хорошо и красиво вот я вот красавица ну и конечно же после новогоднего представления это банкет в кругу мальчиков почему не знаю может быть так посадили ну вот а здесь какие-то танцы я вот здесь танцую и выступаю а это представление я вот в такой вот интересной красной юбочки а со мной рядом моя подружка кстати мы до сих пор дружим 30 лет уж как а здесь пойдет ряд фотографий очень мелких но попробую показать здесь точно я не помню скорее всего это нижний новгород ну а здесь вот я с мамочкой это наверное скорее всего тоже нижний новгород но это 100 процентов нижний новгород здесь я где-то на природе бедная девочка с большим арбузом Как я его удержала, не знаю. Это, возможно, тоже Нижний Новгород, но точно я уже не скажу. Здесь какие-то красивые места. А здесь я первый раз одна поехала в санаторий отдыхать. Не побоялась же. А вот этот костюмчик мне сшила моя мама сама. Она рукодельница у меня была. Ну, это уж 100% Нижний Новгород. А это тоже какая-то красивая статуя из таких вот, как это сказать, декорация какая-то из растений. Тоже очень интересно. Вот такой ряд фотографий еще сохранился. Ну, фокус. Ну, теперь давайте дальше. Вот это моя мамочка. Очень красивая женщина была. Вот мы с ней. Это тут, по-моему, детский садик. По-моему, перед первым классом. А эта фотография мне очень нравится. Я же говорю, что с детства я была очень активная. И у меня есть здесь интересная запись. Это я на стадионе выиграла игрушку. У меня были все первые места. Я помню, эту игрушку я назвала Чип. Это была собачка. Я очень гордилась, что я смогла занять первые места. Здесь я ездила куда-то в Суздаль или Владимир. Сейчас уже точно не помню. Это возраст такой, по-моему, не помню, сколько лет. По-моему, лет восемь, наверное. Ой, шестой класс. Суздаль. О, вот я же не ошиблась. Суздаль. Шестой класс. А это август 2002 год. Сад в Колодкино. Вот. С кукурузой. Со своими любимыми цветами. Яблок целая куча. Здорово. Ну, давайте вот с детского садика фотографии начнем. И, так скажем, по возрастанию. Детский сад. Школа. Второй класс. Здесь пятый класс. Это шестой. Вот такие замечательные фотографии сохранились. Подросток. Я была тоже очень активная и выступала на всяких мероприятиях. Посмотрите. Этот костюм я сделала сама. Сейчас покажу, как он выглядит. Вот. Я фотографировалась. Я не помню точно уже. По-моему, восточный танец я танцевала. Вот такой костюмчик. Здесь, ну, может быть, наверное, скорее всего, не видно будет. Бисером он и сшит. Платочки я и сшила бисером. И вот этот вот топик тоже. Ну, куда же дети девяностых без дредов? Самодельные дреды. Ну, здесь тоже. Я уже не помню. Это училище. Здесь мы какие-то... Какой-то конкурс был. Не помню точно. Ну, а эта фотография, наверное, очень позитивная. Ну, по нашим лицам очень заметно, что мы веселились, веселились и веселились. Детство проходило великолепно. Нашли старую машину. Я не помню, что это копейка или что. И с моей подружкой Оксана. Я в красной куртке, она в розовой. С шарфом белым, бело-розовым. Я была рыженькая. Мы креативно фотографировались. Так, ну вот. Я рыженькая. Это я рыженькая. У меня тут 62 на кофточке нарисовано. Вон там на заднем плане. Это моя подружка Оксана. Если она захочет, я обязательно познакомлю вас с ней. Она очень хорошая девочка. Девушка. Женщина. Очень приятная, веселая. Мы с ней с самого детства. Ну, это дети 90-х. Я в желтой шапочке, а со мной подружка. Сейчас мы, правда, не общаемся, но на тот момент дружили. А это дети 90-х. Я в полосатой маечке. И моя двоюродная сестра Оксана. Я думаю, она, наверное, не особо будет ругаться, если я показала эту фотографию. Если что, Оксану прости. А это получение аттестата. Самое счастливое, самое довольное лицо. Ура! Школа закончилась. Вот такие вот фотографии остались. Вот на этой фотографии мы опять с Оксаной. С моей подружкой. А здесь мы в училище. Угадайте, где я? С черными волосами. В такой золотой кофточке. Это я. Да-да, это я. А моя подружка Оксана. Вот. Мы с ней учились вместе еще в училище. Здесь мы тоже в Нижнем Новгороде. Это я вот в такой желтенькой курточке. Это моя знакомая. А это наш класс. Или как это назвать? Это курс. На курсах. На первом курсе мы были. Я вот. Ну, конечно же, рядом с Оксаной. Вот Оксана. А здесь Оксаны нету. Здесь одна только я. Вот я. Вот такая девушка. Всегда опять в соревнованиях, в конкурсах. И опять активность. Да-да, кто это здесь такой молодой? А это муж мой, Роман. Узнали его? Молоденький, правда? Вот он у меня какой. Хорошенький, молоденький. Мальчик-мальчик прям. Почему-то раньше фотографии реже делали. Не знаю почему. Уже вот стал век телефонов. И фотоаппараты уже стали откладывать на второе место. Здесь мы в городе Дзержинске. Так вот, наверное, покажу. Нет, лучше по одной. Здесь мы в городе Дзержинске. На Свердловской елке. Раньше это было Нижегородскую область. Раньше было очень здорово. И пропускали к елке. И всякие вот здесь фигурки. Очень было здорово. Ну, а на фото, как вы думаете, кто это? Кто это такой маленький? Угадали, нет? Это Сашенька. Это наш мальчик Сашенька. Такой маленький-маленький в шубейке. А это я с Сашей. Маленький. Я помню, холодно было, мороз. Но все равно мы вышли и гуляли. Вот он наш зайчик. Наш любимый сынок. Ну, раз речь пошла о детях. Первый наш ребеночек это Александр. Здесь он совсем маленький. Еле держит головку. Ну, вот можно посмотреть фотографии. Фотографии вот такого не очень хорошего качества. Я не помню точно. То ли у нас фотоаппарат сломался, то ли что-то. Ну, в общем, фотографии только пошли уже вот такого. Совсем-совсем маленького карапузика. Вот как, например, эта фотография. У нас, к сожалению, нет. Ну, вот он малюсенький. Малюсенький-малюсенький. Здесь играет игрушки. Здесь сидит на кресле. А здесь с подружкой мы на Святое Озеро ходили. Да и вообще раньше любили гулять. Выходили очень часто. Здесь было, по-моему, день рождения. По-моему, годик. Он пошел. Саша пошел рано. В 9 месяцев. Ну, почти в 10 месяцев пошел. Очень ранний мальчик. Ну, а эти фотографии очень интересные. Ну, кто сказал, что Саше не помогает по огороду? Вон какой молодец. Самых малых лет. В огороде и с лопатой. Здесь он у моей бабушки. То есть, получается, у его прабабушки. Вот. Ковырялся на огороде и помогал. Вот какой помощник. Ну, а сейчас немножко побольше фотографии возьму и покажу его. Мужественный, отважный защитник своей сестренки. И теперь будем смотреть сейчас фото сестренки. Мне очень нравится. Здесь такой прям мужественный, мужественный рыцарь. А здесь, на этой фотографии, такой прям муси-пуся, муси-пуся. А здесь вожак. Здорово. Мне нравятся эти фотографии. Маленькая-маленькая бусинка. Эти фотографии из детского сада. Ну, и те тоже были из детского сада у Саши. Здесь она как будто в лесу. Такая девочка-девочка-припевочка. Ну, а здесь малый юный поваренок. Такое серьезное лицо. А здесь он куда-то полетел на воздушном шаре. Вот у этой фотографии есть оттенок Гарри. Не знаю, что с ней сделать. Оставлю ее так, как есть. Очень жалко, что такая фотография милая и классная. Немножечко испорченная. Вот такая милая и сладкая девочка. Наша доченька. Сладкие-сладкие мои сахарочки. Черно-белая фотография моя. Цветная в красной кофточке это Саша. Ну, а с миньончиками это Оля. Я очень люблю своих детей. Очень ценю их. И спасибо, что они у меня есть. Правда, похоже? Я очень их люблю. Это самые дорогие фотографии, которые остались. Я очень рада, что они остались. Что они уцелели. Что они уцелели и можно их посмотреть. Ну, а записала я это видео не только для вас, но и для себя. Да, как ни странно, но и для себя. Чтобы эти фотографии были еще и в видеозаписи. Огромнейшее вам спасибо, что вы посмотрели это видео до конца. Спасибо, спасибо вам огромное. Пока-пока. На сегодня с вами попрощаемся. Пока.